Книга «Открытым оком». Тема «Мусульманство». 27 том. Вопрос 3897. Мы работаем с узбеками, и мне нравится их содружество. Как они горой стоят друг за друга. Тронешь одного – все заступаются за обижаемого. Старшему подчиняются беспрекословно. Но у них все плотское, не считая, что молятся на ковриках. Пытался им читать Евангелие, а они говорят, что у нас Христос ненастоящий, а вот у них Иса Иисус, ну правильно нашего, правильный. Что можно сказать им на этом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сказать, что их учение появилось спустя шесть столетий после возникновения христианства. И потом перейти на логическое рассмотрение, кто от кого взял повествование о Христе. Основатель их религии Магомед, Мухаммад, все свои познания об Иисусе мог подчеркнуть только из устных рассказов и только о тех, с кем он встречался. Тут уж что попадется человеку под руку. Теми слухами он и воспользуется. Были рядом еретики. Он от них, от этих лжехристиан и набрался своих познаний, не цитируя ни одной строчки из Библии. Исследователи доказывают, что он не знал ни греческой грамотной, ни еврейской. Занимаясь торговлей, он очень часто встречался с торгашами-евреями и от них многое слышал из истории сотворения мира. Но сведения его были отрывочными и очень сильно разбавлены мифами. Вот из таких сведений многочисленных встреч с нетрадиционными евреями и сложился через десятилетие Коран. Коран – это же воспоминания тех, кто слышал от Магомеда что-то. И тут уже что сохранило их память, на том и замерло все. Вот что находят исследователи. Объективный читатель обнаружит, что Иисус, Иса ибн Мариан – самая привлекательная личность в Коране. Он упоминается 93 раза, в 15 суррах и в 93 аятах. Надо отметить и такой факт, что в Коране немало упреков в адрес христиан, но ни одного ко Христу. Иисус именуется Мессия, 3 сура 40 аят, без понимания значения этого слова. Слуга раб Бога, Абдулла, 4 сура 170 аят, 19 сура 31 аят, без прозрений, как в пророчестве Исаии. Пророк Наби, 19 сура 31 аят, но Махамад превосходит его значение. Апостол Расулла, 4 сура 169 аят, в смысле посланного предупредить. Слово Божие, Калиматулла, 3 сура 40 аят, в полном евангельском смысле абсолютного совыражения Бога по отношению к человечеству. Иисус, Знамение Бога, 19 сура 21 аят, 21 сура 91 аят, Его Милосердие, 19 сура 21 аят, Дух, исходящий от Бога, Рукун Мин Аллах, 4 сура 169 аят. Правда не ясно, что подразумевает Коран под словом дух. Тем не менее, когда аятолла Хамейни позволил своим последствиям звать себя Дух Аллаха или Дух Святого, ученые, теологи, мусульман, сунниты из разных арабских стран встретились в Касабланке, Марокко и обвинили эту практику. Ведь даже Мухаммад не принимал таких титулов на себя. Король Марокко Хасан, 11 публично заявил, что если Хамейни не остановит своих последователей, именующих его Ругуллах, Дух Аллаха, или Рухулкутси, Дух Святого, то он, аятолла Хамейни, должен быть исключен из среды последователей ислама и не может именоваться мусульманином. Король основал свое заявление на доказательстве из Корана, объявив, что есть только один сын Мариям, потому что он был рожден от Святого Духа. И чтобы осудить шиитов, сунниты прямо исповедали истину, что Иисус – это единственная личность, когда-либо рожденная Духом Божьим. Иисус описывается как знак, притча, свидетель, прощение, приближенный. В Аджихан Вин Дунья Валь Ахирати, 3 сура 40 аят. В Коране признается непорочность зачатия Иисуса, 19 сура 20 и 21 аят, 21 сура 91 аят, 66 сура 12 аят. Он безгрешен. Его мать Марию не коснулся сатана. Тут следует отметить, что Мария единственная среди женщин, которая упоминается в Коране по имени. Подобному Мухаммаду согрешали и другие пророки. Адам, Коран, 2 сура 34 аят, 7 сура 21 и 22 аят, Авраам, 26 сура 82 аят, Моисей, 28 сура 4 и 15 аят, Иоанн, 37 сура 142 аят, Давид, 38 сура 23 и 24 аят. Иисус был богословен Богом, 19 сура 32 аят, творил чудеса, 3 сура 43 аят, в отличие, скажем, от Мухаммада, 16 сура 49 аят, 13 сура 8 аят, 17 сура 92 по 95 аят. Сам Бог учил Его священному писанию и давал Ему премудрость, 3 сура 43 аят, и Святой Дул содействовал Ему, 2 сура 254 аят. Иисус имел власть и силу, чтобы совершенствовать и довершать закон Моисеев, 3 сура 44 аят. Он был наделен всеведением, 43 сура 57 аят, 61 аят. Аль-Жалан сказал, объясняя значение фразы «знамение для часа», Видим, что Иисус был знамением для часа, так как Он знал, когда придет день суда. И когда мы вспомним, что люди обычно признают, что Аллах отдален от Его творений, и только Он сам знает временные сроки, то мы сможем постигнуть то особое место, которое отводится Кораном Христу. Его книга называется «Евангелие» Инджил, Коран 57 сура 27 аят. В Коране существуют аяты, прямо указывающие на смерть и воскресение Иисуса. 3 сура 48 аят, 5 сура 117 аят, 19 сура 34 аят. Но мусульманские богословы, трактуя в свете 4 сура 156 аята, относят их к будущему, когда Иисус еще раз придет в мир, и когда они верят, умрет и воскреснет, как и все люди в день воскресения. Иисус живым взят на небо, 3 сура 48 аят, 4 сура 156 аят. Пребывает на дом из нижних небес, из нижних небес. Согласно традиции, Он придет судить мир, будет править 40 лет, в некоторых вариантах та же убьет Даджала, соответствует библейскому антихристу, и установит ислам во всем мире, родит детей, умрет и будет похоронен в Медине, уже в ожидающей его могиле, рядом с могилой Мухаммада, или в одной из с ним могиле. В день суда Иисус воскреснет и встанет вместе с другими людьми перед лицом всемогущего Бога. Он единственный из людей, кто может быть в присутствии Бога на небе. Коран 3 сура 40 аят. Аль-Джалалан в толковании этого стиха сказал, «Выдающийся в этом мире, благодаря его служению, пророчествам, его роли посредника и положению ближайшему к Аллаху». Тем не менее, слова «один из приближенных» имеют различие от толкования. Во-первых, Аллах сделал место для приближенных к нему великой привилегии для ангелов и признал, что Иисусу принадлежит их сан и достоинство. Во-вторых, эти слова являются превозглашением того, что Он, Иисус, будет вознесен на небеса и сопричислен к ангелам. В-третьих, что не каждый выдающийся в раю имеет различные ранги и степени. Мухаммад не мог понять природу Троицы, множественности в единстве. Его представление единственности Бога не оставляло места ни слову, ни духу. 5 сура 116 аят, 112 сура 41 по 4 аят. Выражение «сын Божий» носило для него чувственную окраску. Он понимал это так, что немыслимо для всякого истинного христианина, что Бог спустился и вступил в половую связь с Марией, и родившийся после этого сын, следовательно, называется сыном Божьем. Для него это было богохульством, как, впрочем, и для всех христиан. В силу этих двух причин, Мухаммад не мог понять иное значение обращения «сын Божий», не мог допустить также в своем сознании, что Иисус мог быть самым явленным образом Бога и быть божественным. Коран 5 сура 19 аят. В Коране 5 сура 77 аят, 9 сура 30 аят, Мухаммад проклинает христиан за веру в то, что Иисус – сын Божий. Вы сравните с Библией. 1 Иоанна 22, 23, 4 Иоанна 4, 15. Допуская, что Бог может все, Мухаммад осмеливается утверждать, что проявить себя в человеческой форме, как сын Божий, он не может, и отказывает ему в воплощении. Коран 19 сура 36 аят. Коран утверждает, что Иисус был сотворен по подобию Адама и был всего лишь человеком. 3 сура 53 аят. В стихе 61, 6 аяте Коран дает две основные причины пришествия Иисуса в мир. Он явился для того, чтобы как Мухаммад подтвердить ранее данные откровения, то есть Тору, и также для того, чтобы пророчествовать о пришествии Мухаммада. Ахмад и Мухаммад – две формы одного и того же арабского имени. Согласно Корану, Иисус никогда не умирал на кресте. 4 сура 156 аят. Существует учение, что вместо Иисуса был распят тот и другой, предположительно Иуда-Искариот, которого Бог делами сделал похожим на Иисуса. В 4 суре 156 по 157 аяте Мухаммад утверждает, что Христос сам в судный день будет свидетельствовать против всех тех, кто уверовал, что он был распят за их грехи. Погребенный вновь восстал из мертвых на третий день. Мухаммад нападает на саму сердцевину и смысл искупительных трудов Бога на спасение человека. Камнем преткновения для Мухаммада стала идея искупления. Его проповеди были основаны на страхе, сопутствующем надвигающемуся дню суда. Рабское подчинение закону, полностью укорененное в словах Мухаммада, оказалось результатом этого. Коранический образ Иисуса отрицает его сыновство. 43 сура 81 аят. Его божественность. 3 сура 52 аят. 5 сура 79 аят. 116 аят. 43 сура 81 аят. 112 сура 2 по 4 аят. Его истинная роль как мессии и страдающего слуги. Его распятие и его воскресение. 4 сура 156 аят. Мухаммад намеренно, или нет, вырвал сердце из Евангелия. Он не смог узнать в Иисусе ни Господа, ни Спасителя. Вот современные доказательства божественности Корана, основанные на стихе 74 сура 30 аят, где говорится над ним 12. Доктор Рашад Халифа решил внести число а, над ним 19. решил внести число 19 в компьютер и проверить, какое отношение это число имеет к Корану. Он обнаружил некоторое количество комбинаций букв и слов, для которых цифра 19 является ключом. Для доктора Халифа это явилось захватывающим доказательством божественного, божьего авторца Корана. Но вот что можно сказать по этому поводу. Весть, которая претендует на божественное происхождение, не может быть таковой, если ее историческое нравственное содержание не соответствует божественному характеру. Даже если в ней содержатся необыкновенные комбинации чисел, очень трудно принять, что Бог воспользовался системой, которая была недоступна всем людям, жившим в продолжении 130 лет после написания Корана, и которые оставались в недоумении, встречаясь с загадочными стихами. Надо, наверное, признать, что иногда случаются и безумные совпадения. Заявление доктора-халифы, что не существует никакой другой книги с подобной цифровой системой, неправдиво. Библия является одной из таких книг. Мы можем это продемонстрировать. Возьмем для эксперимента только одну цифру и один стих из Библии, скажем первый, Бытие 1.1. Пусть и этой цифрой будет 7. Она часто употребляется в Библии в символическом значении божественной платы. В начале сотворил Бог, небо и землю. Бытие 1.1. На языке еврейского оригинала этот стих состоит из 7 слов, которые в свою очередь состоят из 28 букв, 7 на 4, 28. В нем есть три существительных, Бог, небо и земля. На еврейском языке числа обозначались буквами. Числение значения трех существительных первого числа выражается суммой 3 семерки. Эти три существительных состоят из 14 букв, 7 и 2. Остальные четыре слова также стоят из 14 букв, 7 умножить на 2. Глагол сотворил имеет чистовой эквивалент равный 203, 7 умножить на 29. Цифровая сумма первой, средней и последней буквы этого слова равна 133, 7 умножить на 19. Первых и последних букв всех слов стиха 1393, 7 умножить на 199. Сумма первой и последней буквы стиха 497, 7 умножить на 71. Еврейская частита Эд вместе с определенным артиклем Х употреблены здесь два раза и имеют сумму 407, 7 умножить на 58. А в последние буквы первое и последнее слово равняется сумме 490, 7 умножить на 70. В общем, в этом стихе есть 30 разных цифровых комбинаций числа 7. Шанс на случайное происхождение такой комбинации 1 на 33 триллиона. Число 7 пронизывает всю Библию. Творение мира произошло в 7 дней. Неман должен был омыться в Иордане 7 раз для очищения от проказа. Израильтяне должны были 7 дней обходить вокруг Ерихоны и в 7 день в 7 раз. Один из 7 дней недели должен быть отдать для отдыха и богослужения. В храме сжигался 7 свечник и так далее. В последней книге Библии Откровения мы находим 7 духов, 7 светильников, 7 звезд, 7 печатель, 7 чаш, 7 труб, 7 громов, 7 язв, 7 гор, 7 царей. Великая скорбь будет длиться 7 лет, будучи последней седьминой из 77 Даниила. Кроме того, время беременности женщины состоит из 280 дней, 7 умножить на 40. В книге Бытия мы можем прочитать, что человек был создан из праха земного. Прах земной состоит из семи элементов, из которых состоит и человеческое тело. Всякая клетка в человеческом теле обновляется каждые 7 лет, и каждые 7 дней пусть человека бьется реже. У некоторых болезней кризисным бывают 7, 14 и 25 дней. Период между менструациями у женщин равен 28 дням, 7 умножить на 4. Объем земли больше объема лы в 49 раз, 7 на 7. Эти сведения, взятые из книги «Печать Божия» Ф.С. Пайка, цифровые данные, были составлены доктором Пайниным. Эти сведения были известны додолго до появления компьютера. Несмотря на то, что эти доказательства намного убедительнее, чем доктора-халифы, они не привели, насколько известно, ни одного мусульманина к вере в то, что Библия является Словом Божиим. Но почему? Ведь это не последовательность с их стороны. Смотрите открытым оком, том 4, страница 457 по 460. Римлянам, 4 глава, 25 по 25 стих. Но в отношении к нам вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Исайя, 53 глава, 5 стих. Но Он изъязвлен был за грехи наши. И мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. 1 Петра, 2, 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Стихотворение. Колокол, дремавший, разбудил поля. Улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам. Небесам звонко раздается голос по лесам. Скрылась за рекой белая луна. Звонко побежала резвая волна. Тихая долина отгоняет сон. Где-то за дорогой замирает звон. Сергей Есенин, 1914 год.